Я услышал ваши просьбы! Вы мне написали, ну правда про другую модель, там P12 Я заказал P10 модель, это карманный проектор Это охрененная штука по всем отзывам, там отзывов куча Огромное количество И я, признаюсь честно, я увидел, когда видосик, когда мне чел скинул, что вот эта штука может Я думаю, чё-то блеха-муха, вот, чё, серьёзно? Щас мы и узнаем, серьёзно или нет? Угу Это светодиодный проектор Маленький, то есть с высоким разрешением и с хорошей яркостью LED проектор, все педали Мини проектор, то есть эта штука размером с, блин, смартфон Ну ладно, там с, как фаблет, да, таблет, как там правильно назывались эти все большие смартфоны Окей, хотя щас всё большое Ладно, давайте смотреть Android Smart Proектор Чинг! Вот он! Ваааа! Блин, тяжёленький Здесь, по-моему, аккумулятор встроенный Ну вот такая штука То есть вот представьте себе, что это проектор Щас мы посмотрим, и, конечно, если он фуфло картинку даст То тогда и смысл тогда в нём такой маленьком нет Здесь, значит, у нас все педали по лужам Разъясняется, где у нас чё подключается Пульт у нас есть И, собственно, здесь у нас есть своя оболочка То есть всё написано, что он Android взги Окей, что у нас здесь? Здесь у нас... Опа! Отлично! Имеется тренога для того, чтобы его ставить Скорее всего, там есть отверстие Да, то есть пымс куда-нибудь поставил Пожалуйста, все проецируйте! Такой добротный, блин, зарядный блок Прям хороший! Ааа! То есть можно ещё и запитывать его через USB Прикольно! То есть можно, получается, воткнуть вот эту штуку в пауэрбанку Это в него и уже просто-напросто на улицу Ты пошёл куда-то На стену направил Дынс! Кстати, бля, идея на улице проверить, слышишь? Надо лупо... Вот! Во! 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 Вот для этого, скорее всего, их будут брать! Надо будет на улице его затестить Потому что... Что дома? Дома я обычный поставил и не паришься А вот его фишка в том, что, наверное... Нет! Чтобы его на улице юзать Ага, ну и пульт, собственно... ТВ-бокс, по-моему, да, с таким же пультом? Ну что-то... Ну короче, стандартный пульт! Всё! Здесь, короче, набор этот весь мне не нужен Это всё мы убираем О! Вот такой комплект! Пульт ни в коем случае из пакета не убирайте! Сколько говорю, лайфхак! Как бабушка делает? Раз-раз поменял новый пакетик и всё! А пульт новый Вот, собственно, сам проектор Линза, да, светодиодная здесь Здесь у нас регулировка фокуса Да, фокуса-покуса, тудым-сюдым Здесь, скорее всего, это отверстие под решётка под динамик HDMI у нас есть Наушники Это тот самый, значит, разъём для зарядки Есть подключение по USB Есть reset, да, утоплено И поддержка TF-карты Окей! Так, и снизу у нас имеется 4 вот таких вот ножки Для того, чтобы его ставить И, кстати, очень хорошо он здесь сидит То есть, пихнуть он не уедет быстро Здесь у нас то самое отверстие, куда накручивается эта тренога И здесь, внимание, написано WARNING! То есть, внимание! Do not block the air in... То есть, нельзя закрывать вот этот блок Для того, чтобы позволять ему вентилироваться Ну, это, скорее всего, здесь тоже вентиляция Он, мне кажется, будет греться, но мы всё это дело посмотрим О! Красавчик! Ну, помимо этого, можно и накрутить на любой ваш штатив Если вы хотите повыше, пониже Как вот в предыдущем обзоре я показывал, что брал дело, да? Ну, окей! Давайте его включим, посмотрим, что он из себя представляет Для начала посмотрите на его яркость Это реально впечатляющая картинка Интересный факт, что по трапец изображения Этот проектор может корректировать картинку самостоятельно Можно, конечно, и самому сделать коррекцию вручную Кстати, для этого на пульте даже имеются кнопки управления То есть, о чём я говорю Посмотрите, направляя на разную поверхность Проектор сам корректирует изображение Этого я ещё не встречал ни в одном проекторе Кстати, здесь уже не просто какая-то оболочка А полноценный андроид По сути дела, это ТВ-бокс с проектором Здесь уже установлен плей-маркет Откуда можно наваливать кучу приложений Также есть другой какой-то маркет с приложухами Которых, кстати, нет в Google Play По сути дела, вы можете загружать приложения с фильмами, сериалами Либо ТВ-программами и сидеть смотреть Но я также загрузил игрульки Чтобы проверить, насколько хорошо тянет эти игры данный проектор Конечно же, заодно и проверил, работает ли геймпад с этим чудом И вуаля, всё пашет, как делать нефиг Конечно, серьёзные игры, типа PUBG Mobile Либо Call of Duty, он не осилит Но в ту же GTA или Asphalt погонять вполне себе возможно Кстати, встроенной памяти на 12 гигов На несколько игрушек или фильмов хватит вполне При необходимости можно, конечно, и расширить microSD-картой Либо подсоединить USB-флешку Максимальная диагональ с хорошей, скажем, приемлемой картинкой Здесь составляет 65-75 дюймов Всё, что выше, уже не так приятно смотреть Но в целом экран с размером 160 см на 90 см Это достаточно огромный экран Но я бы всё-таки советовал использовать для более сочной картинки И 65 дюймов Это если в условиях плохой затемнённости Далее, что по цветопередаче Он достаточно сочный Чёрный цвет слегонца завален Но по градации оттенков в более светлом Уже отчётливо просматривается Поддержка всех современных форматов Прям в лёгкую Также, если вы будете смотреть 4К на этом проекторе То картинка будет более детализированной Кстати, удобно то, что данный проектор можно поставить на стол И изображение не будет снизу скошено По сути дела, можно, блин, и без комплектной триноги обойтись, если есть стол То есть, снизу у него ничего не режется То есть, вот здесь нет никакой вообще проекции То есть, он именно снизу вверх лопит И на самом деле, удивительно Но даже направляя на потолок На различные стены Этот проектор вытягивает хорошую картинку На ура Причём, если у вас есть большой Пауэрбэнк на отдачу в 3 ампера То вы можете спокойно и на улице смотреть Данный проектор Заявлено, что встроенного аккумулятора Хватает на час с лишним При просмотре фильмов Окей, но мне кажется, всё-таки лукавят китайцы Этого достаточно на один фильмец Но если необходимо, можете и от банки запитать В сей девайс будет всё окей Помимо считывания информации с самого проектора SD-шки, USB-флешки Здесь есть возможность подключения устройства по HDMI Ну, либо транслировать изображение по Miracast со смартфона В ту же приставку порубиться можно с лёгкостью Подключить ноутбук и передавать изображение также в лёгкую Какие-то презентации можно выводить Вполне себе неплохо Ну, либо порубиться на игровой приставке на большом экране Задержек, кстати, я никаких не обнаружил А вот звук у проектора, прям скажем, не ахти Он имеет высокочастотный характер Середины и басы отсутствуют в принципе Выходов я здесь вижу два Либо подключение по трёх с половиной миллиметровому джеку Либо подключить блютуз колонку Благо данный проектор полноценный андроид девайс И подключить можно по блютузу всё что угодно Начиная от колонок, заканчивая аэромышками, клавиатурами и прочим Так, ну и давайте послушаем, как он звучит Ну звук здесь, скажем так, не ахти, но ради примера Давайте только идеальные сырники посмотрим Собственно, звук Ну, чуть лучше, чем из телефона В принципе, на худой конец можно послушать Но, всё-таки, любая колонка блютуз либо по ауксу будет лучше Шарвары, Вячеславы, Шарвары, Вячеславы У Амирана шаурма вкусная Знаешь, не пробовал раз пробовал Вот я не пробовал А член? Член пробовал? Ну, в общем, вы поняли Помимо не особо хорошего звука Ещё хочу отметить шумность проектора Нет, не поймите меня неправильно Он не лупит кулерами так, что ничего не слышно Но работу охлаждения вы будете слышать явно Но, я считаю, это простительно для такого карманного малыша И по нагреву Поработал он у меня два часа И я ждал, что он нагреется до дикой температуры Однако, этого не произошло Нагрев есть, что естественно, в принципе, но не лютый Вот здесь вот у нас 38 градусов где-то было Вот А здесь 34 То есть он нагревается ближе вот здесь, как вы видите, да? То есть 38 градусов он получает вот здесь 39 Где-то так, ну то есть, смотри какая точка Здесь 32 37 Ну, в общем, греется он вот в этой части Но я считаю, что это не криминально Для такого количества, скажем так, работы Он не нагрелся особо Но всё равно, то есть температура выше тела в любом случае появляется Также можно отнести к минусам А может я и придираюсь уже Но на самом проекторе нет клавиш управления То есть управление происходит непосредственно с пульта Либо пульта Поэтому пульт носить с собой придется в любом случае Хошь не хошь, а тащить надо И в целом данный проектор я могу советовать покупке смело Конечно, у него нет мощного железа на борту У него есть минусы, безусловно, куда же без них Но за эту цену данный проектор отрабатывает каждую копейку Огромное количество всевозможных источников подключения и проецирования информации Картинка сочная Хоть и камера не передаст ей красоты, которую я вижу своими глазами Но у него встроенный аккумулятор Возможность запитки от пауэрбанка Но и компактность Это его вишенка на торте Как-то так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok